слабонервных наверное не стоит просить ставить на проигрыватель эту пластинку или искать ее в интернете хотя слабонервных среди нас нет те кто слышали когда-нибудь группу слэйт не являются слабонервными на самом деле вот эта пластинка которую я хочу вам показать это космическая группа до марс вольта ампотектура называется альбом 2006 год это третья пластинка замечательной банды абсолютно космической потому что я когда слушаю эту музыку слушал я практически все альбомы дома с вольта но думаю имею только один в силу того что виниловые пластинки этой группы купить в россии очень сложно они у нас очень редкие вот это у меня промелькнула я ее сразу схватил притащил домой ну довольно давно это было года четыре наверное назад пять до этого все альбомы у меня были на компакт-дисках кстати говоря и остались они все компакт-диски раздарил и выбросил у меня все-таки остались те которые мне трудно найти на виниле те альбомы которые трудно найти на виниле в частности редкий блит-поп редкий панк и редкие такие вещи типа марс вольта почему я начал с того что группа космическая потому что вот когда я слушаю повторюсь да когда слушаю музыку этих людей слова людей я тоже выговорил запинка это не просто так потому что они не производят впечатление людей исходя из того что я слышу они кажутся какими-то непонятными пришельцами причем национальность этих пришельцев мне тоже не определить это какие-то сущности из мексиканских джунглей при этом эти мексиканские джунгли находятся где-то на северном полюсе вот примерно такое ощущение от этой музыки амар родригес лопес и седрик бикслер с завала вокалист а родригес лопес он гитарист басист на разных прочих инструментах играет и в основном определяет направление коллектива сочиняет песни и определяет направление то есть и продюсирует и говорит кому что и как и где играть создает настроение в общем делает группу как таковую из музыкантов ну на самом деле конечно он гитарист конечно он лидер конечно без него не существует демас вольта не существовало точнее потому что группа распалась по моему в тринадцатом что ли году или в четырнадцатом у него миллион сольных пластинок у родригеса лопеса и они настолько сложны настолько неожиданны что даже я любитель всего экстремального всего необычного всего удивительного не все осилил не все его альбомы некоторые просто не смог дослушать до конца а некоторые прослушали большим удовольствием родригес лопес амар да ну что касается альбома ампотектура само название слова слова этого не существует в природе точнее уже существует потому что его придумал родригес лопес ампотектура что-то среднее между ампутацией и архитектурой ну и еще несколько значений имеется здесь на гитаре здесь играет любимый многими и уничтоженный совершенно человеком по имени фред гитарист который в интернете описывает описывает то как плохо играют знаменитые гитаристы на гитарах как они вообще не умеют играть не владеют вообще ничем и место им не на сцене а где-нибудь в низкосортном пивном баре причем не с гитарой в руках а с пивной кружкой ну это очень интересно смотреть я всегда веселюсь когда смотрю фреда гитариста большой ему привет я искренне это без иронии говорю мне кайф вот это вот все слушайте оценивать с большим юмором парень конечно ну так вот джон фрушьянте здесь играет на гитаре основные партии очень много играет родригес лопес но и фрушьянте играет не меньше а в общем говорят что и больше хотя здесь настолько трудно определить кто и где и что играет по одной простой причине амар адрес лопес говорил что он ненавидит гитару терпеть не может гитарный звук и вообще она вызывает у него крайне раздражение поэтому он использует всегда использовал всегда и использует сейчас огромное количество обработок гигантские цепочки из приспособлений назначение которых мне даже неизвестно ну продвинутые гитаристы наверное знают все я не говорю там о фленджерах а прочих там всяких известных делах фейзерах и бустерах и всем остальном дисторшене а какие-то совершенно незнакомые для меня предметы приспособления приборы как я не знаю ну и звук сосад соответствующий у его гитары и у гитары джона фрушьянта который попал под попал в лапы родригеса лопеса очень интересно слушать очень необычные партии которых нет ни у кого действительно и построение песен таких нет и вокала такого нет и такой истерики невероятной тоже ни у кого нет это я говорю для тех кто никогда не слышал марс вольта до марс вольта те кто слышали все это прекрасно знают все это прочувствовали все это любят обожают и каждый день наслаждаются музыкой этой удивительной группы вышедшей из как я уже говорил из мексиканских джунглей которые находятся на северном полюсе и оказались они почему-то в калифорнии в конце концов из родного эль-паса где они родились и творили из эль-паса перебрались правда вот уже калифорнию но это не играет никакой роли где они находятся сейчас одному богу известно потому что они постоянно в творческом пути я говорю о завале и лопесе хотя они уже вместе не играют но они продолжают заниматься как музыкой так и кинематографии в частности амара адрес лопес он еще и кинорежиссер ко всему прочему ну так вот ампотектура начинается она из ниоткуда как мы любим гитарными выплываниями наплывами такими страшными начинается пение и на двух аккордах развивается такая психоделическая очень красивая мелодия очень красивая музыкальная сюита я бы даже не назвал этой песни строгательной мелодии совершенно такой лирической печальной абсолютно понятно абсолютно доступной доходчивый классически совершенно выстроены никакого авангардизма никакого никаких диссонансов в вокале все я имею ввиду в мелодии ничего режущего никаких там странных мелодических переходов но то что внизу находится под ней под этой мелодией это довольно безумное сопровождение а точнее не сопровождение потому что и вокал и звуки которые издают инструменты все это в одном флаконе что называется это не певец в сопровождении группы да это один цельный неделимый звук гитарная партия гитарное соло беспрерывная сопровождающая пение завалы чудесным образом напоминает нам роберта фриппа и массу других любимых гитаристов кстати говоря родригес лопес меня подкупил тем что когда я прочитал о его кумирах кого он любит я понял что это тот человек который нужен с которым я на одной волне то есть парень любит и марвина гея и группу black flag и тома петти и king crimson и ранний genesis и панк-хардкор и yes и heavy metal и в общем практически все все то что надо он любит и отталкивается от этого я уже не говорю о джазе а джонни маклафли не которого он тоже обожает и в результате музыка вот такая получается ни на что не похожи заканчиваться заканчивается это первое произведение лирическое хотя есть тоже с плесками истерики определенные и в вокале и гитарах и начинается на мой взгляд главное произведение тетраграмматон длится на около 16 минут если мне память не изменяет на первой стороне пластинки два всего музыкальных посыла амара радыгиса лопеса и вот это самое вот этот самый тетраграмматон он обрушивается не человеческими фриппообразными построениями причем фриппообразными из позднего king crimson а позднее он совсем мрачный king crimson да если вы помните страшные гитарные замки готические какие-то вырастают все это в не в невиданном темпе в адском темпе с постоянно играющими на брейках барабанами то есть так так молотит и все время меняется и мелодия очень такое что непрерывный рассказ идет рассказ сначала об каких-то ужасах потом пошли по лесу ужасы закончились вышли в поле солнышко засветило лирическая часть тишина из тишины опять выплывает чудовище какие-то на набрасываются и все это так страшно страшно и одновременно завораживающие и не оторваться от этого роскошный фильм ужасов какой-то замечательно на второй стороне время сайт первая вещь напоминающая по вокальным построением ранний период группы дженесис то есть период там нас рекраем фокстрота понятные понятные очень классические мелодии вокальные героические пробивные такие фразы вылетающие просто с мечом в руках из жажды мести но очень красиво все рыцарские какие-то такие штуки все это сопровождается безумным гитаризмом безумными звуками все это в базе звук не похожи ни на что не у гитар не у баса не учу не у барабанов потому что обработали так конечно все как никто но не за обработали до неузнаваемости все звучит слышно что здесь гитара здесь бар здесь барабаны ну все не как у всех следующая вещь грандиозная гигантская где наконец-то появляется выходит вперед бас-гитара с грубом тяжелым грубом оля там я не знаю оля майлз дэвис если брать концертные записи мальца дэвиса там середина 70-х годов начала середины 70-х вот там вот басовый грув такой который в этой самой не сам пути к туре так называется эта песня длиннющие тоже преобладает и на этом басе управляемый хаос как сейчас политики говорят именно управляемый но именно хаос и это очень музыкально очень красиво открывает третью сторону альбома акустическая пьеса спета на испанском языке очень красиво колющие звуки гитары акустической они прямо как иголки вкалываются каждая нотка вот так вот прокалывает насквозь и в меру шизофреническая она хотя и мелодически красивая весера айс следующая песня на третьей стороне наполовину испаноязычная наполовину англоязычная и вся лежит на хард-роковом абсолютно гитарном рифе вдруг ни с того ни с сего правда этот риф он не сразу так неоднозначно читается потому что поверх него очень много всего наиграно джоном фрушьянта которого фред фред гитарист не считает гитаристом что чрезвычайно смешно игру с большим юмором парень очень много здесь на игра на фрушьянта очень неожиданные построения неожиданные сложные и удивляющие постоянно поэтому пластинку слушать не скучно вот это двойной альбом 74 минуты он идет его можно слушать там три раза подряд он не надоест совершенно удивительная вещь ну и четвертая сторона наконец-то посвящена тому что критики называют фриджазом у де марс вольта хотя это никакой не фриджаз это сложные партии сыгранные вместе фрушьянта и саксофонистом ближе все они к алтрейну а калтрейн никакой не фриджаз это сложная красивая космическая музыка вообще в марс вольта нравится мне больше всего тем наверное что вот эти вокальные мелодии а-ля дженесис а-ля питер габриэл понятные красивые сложные давно понятные красивые и они висят над вот этим управляемым хаосом музыкальным то есть с одной стороны они очень легко прочитываются вся музыка вообще до марс вольта прочитывается очень легко а с другой стороны она дико сложная дико интересная дико закрученная дико завернутая ввинчивается в тебя как штопор и его выдернуть можно только с собственным сердцем или как пробку из бутылки что я сейчас и сделаю потому что пойду пить и слушать до марс вольта до новых встреч пока